Всем привет, спасибо большое. Спасибо, Алима, спасибо, Алексей. Я все слушал Алексея и думал, какой офигенный голос у Алексея. Жалко, что Алексей не записывает подкасты, да? Да, да, да. Именно это я и хотел сказать. Шикарный такой голос. Спасибо большое. Мы завершаем сегодняшний день. Фестиваль подкастов технической сессии. Мы расскажем про то, точнее не я, а Лева Пикалев, основатель студии подкастерская, расскажет, на что записываться. Если у вас нет студии, мне кажется, это суперполезно будет для многих, кто сейчас нас смотрит и кто находится в зуме. Для тех, кто нас смотрит в фейсбуке, пишите вопросы в комментариях. Мы обязательно в конце все зачитаем. Кто сидит в зуме, пишите вопросы в чате. Я обязательно все озвучиваю Леве после его сессии. У нас будет 40 минут на его выступление. И в конце мы зачитаем все ваши вопросы. Кто не знает про студию подкастерская, Левы, там записывается русская служба BBC, Яндекс, заварили бизнес. Я еще слушаю Sports.ru, и я понимаю, что ты и Sports.ru также записывается в подкастерской. Сейчас расскажу все. Спасибо. Да, привет, Азат. Так, смотрите, я немножечко расширил свой рассказ. Я хотел бы пошарить экран. Я могу же это сделать? Да, у тебя получается? Так, сейчас. Да, у меня кажется, все получается. Так, видно мой экран? Да, мы все видим. Ага, вот, короче, да. Я решил немножечко похулиганить, как обычно, и немножечко расширить тему доклада, потому что рассказ о том, как записаться на что-то и на что записаться, и где он довольно короткий и довольно простой. Вот, а самое главное, что, мне кажется, важно в создании подкастов, и это и для компаний важно, и для отдельных людей, которые свои подкасты запускают, это, ну, что делать со страданием, которое есть, со страхом, с тем, что, блин, все сложно, еще непонятно, как все это воспримут, то, что я сделаю. Ну, в общем, очень много боли, вот. И сегодня, собственно, будет вот все это, значит, боль, бессилие, осуждение, ну, короче, не будет. Я хочу это вот снять как-то, потому что я, ко мне каждый день приходят разные ребята с вопросами, и большая часть из этих вопросов, она вот про то, вообще надо мне делать подкаст или нет. В общем, главный мой ответ, конечно же, надо, если есть такое желание. То есть я не к тому, что всем, каждому нужен подкаст, но вот к каждому, кто захотел, у кого есть идея какая-то, даже самое как будто бы внутри кажущаяся, не знаю, обычной, вот надо делать. И я вот сейчас постараюсь за вот эти 40 минут немножечко про это поговорить, и больший фокус будет. То есть про техническое мы тоже поговорим про всякое, и про монтаж, и про то, как записаться, и там, ну, какие-то такие вещи. В общем, довольно в таком режиме по верхам, но я еще всем, кому интересно, еще могу скинуть потом ссылку на большой текст, который я писал, где разобрано все, начиная там от записи идеи до выбора идеи, и там выкладывания на хостинг. В общем, большой гайд о том, как все это сделать и не умереть. Вот, поэтому сейчас чуть-чуть расскажу просто о каких-то основных вещах, которые мне кажутся важными. Очень быстро про себя, в общем, я в прошлом занимался дизайном и графическим, и интерфейсным, потом занимался менеджментом продукта в IT, а потом так случилось, что, в общем, у меня появилась студия подкастерская. Она выросла из меня как из человека, такого фрилансера-звукорежиссера, который на самом деле не звукорежиссер. Да, и тут важно оговориться, что я вообще не звукорежиссер, в отличие от Леши, который до этого рассказывал очень крутые вещи. Но я с звукорежиссерами каждый день работаю, поэтому, в общем, что-то я от них понабрался. И свои подкасты тоже я монтирую сам. Еще я веду пять подкастов. Их можно найти на площадках, поставить оценку, написать отзыв, если вдруг захочется. Ну и вообще послушать. Мне нравится их делать. Еще у меня есть YouTube-канал, он в таком зачаточном состоянии, но скоро он вернется. И там тоже будет про подкасты всякое полезное, скорее всего, надеюсь. Вот. Есть Telegram-канал. Если интересно, подписывайтесь, Пикалек. Вот. Значит, про подкастерскую, два сфола. Мы такой технический продакшн. То есть мы не делаем контент для клиентов, как продюсерский центр. Но мы помогаем вот все техническое взять на себя. И еще нежно провести клиентов по процессу от, как бы, идеи внутри. Потому что все равно всегда внутри компании подкасты придумывают люди, а не просто какие-то, ну, вдруг компания решила сделать подкаст. Поэтому мы, как бы, им в этом смысле оказываем такую психологическую поддержку. и берем на себя все техническое, чтобы они не тратили свое рабочее время на такие вещи, как запись, монтаж, оформление, звуковое оформление, там, вот это все, в общем. И очень верим в аудио. Потому что классный способ рассказывать истории. Прям очень мне аудио нравится. Тут какие-то подкасты, на которые мы работали или работаем. Вот Азат говорил про Sports.ru. Мы уже, к сожалению, со Sports.ru не работаем, потому что они решили внутри контуру делать технически. Но долгое время помогали делать там шесть или семь их подкастов. Это было клево. Вот. И тут немножко наших клиентов. В общем, если интересно, заходите на наш сайт. Будем рады новым компаниям, которые к нам могут прийти и что-нибудь с нами вместе сделать. Мы хорошие. Вот. Собственно, давайте сразу про то, как запустить подкаст поговорим. Ну, тут, мне кажется, важно... Сейчас, простите, пожалуйста, меня. Я на секундочку остановлю. Да, извините. Сейчас. Я понимаю, подкасты, что это было... Так, что случилось, точнее, у BBC, русской службы, тоже вы делаете? Да, мы помогаем делать сведения финальное и мастеринг. Вот. То есть, ребята, у них внутри очень классный звукорежиссеры, точнее, редакторы, которые все это делают. Вот, да, про запуск подкаста. Ну, я всегда начинаю... Видно экран, да? Все окей? Да, все окей, супер. Все супер. Извините за такую выходку. Значит, я всегда предлагаю ответить на три вопроса. Зачем мы это делаем? Для кого? И как? Так. И мне кажется, что это довольно важные вопросы. Не только, когда вы подкасты делаете, а вообще, в принципе, классно себе их задать. Не в смысле какого-то суперобоснования и типа нет ответа, не делай. А в смысле просто это, ну, способ как-то снять неопределенность, который довольно много всегда в начале любых проектов. Вот. И сразу это то, что мы говорим клиентам, когда к нам приходят клиенты. И то, что в целом, на что я стараюсь вращать внимание всех, то, что подкасты — это не про охваты. То есть если вы хотите какую-то, значит, сделать штуку, которую будут слушать, смотреть много людей, то подкасты сейчас — это не про это. Ну, то есть потенциально когда-нибудь, может быть, да. Но вот с желанием прославиться и заработать кучу денег я бы в подкасты не заходил, потому что вероятность разочарования довольно большая. Вот. Поэтому классно найти какие-то другие способы, ну, другие цели, для чего вам подкаст может быть нужен. А целей там довольно много, может быть. Вот. Ну, следующий вопрос — для кого? И тут, мне кажется, хорошо вот на берегу для себя понять, что это за ребята, которые потенциально вас могут слушать. Это вам поможет и с точки зрения, ну, докрутки формата того вообще, что это такое, и с точки зрения продвижения дальнейшего. Потому что если вы будете предполагать, что за люди вас будут слушать, вы будете предполагать, где эти люди там, что они читают, где они находятся, в каких они чатах, группах, каналах состоят, и вам будет проще в эти места как бы им подкаст свой подсовывать. То есть это такой как бы вопрос, он всеоблемлющий и про контент, и про дальнейшее, что с ним делать дальше. Вот. И как? Мы обычно предлагаем такой способ, и с клиентами тоже самое проделываем. Мы, значит, проводим внутри компании мозгоштурм. Ну, и сам я лично, когда свои подкасты придумываю, также делаю какой-то мозгоштурм. Можно туда позвать друзей и с ними нагенерить огромный список разных идей, разной степени странности или нормальности. Вот. В формате стандартового мозгоштурма, без критики, просто накидывание идей и какое-то совместное придумывание. Вот. Эта встреча такая штурмовая, она называется у нас. И вторая встреча аналитическая, когда вы, в зависимости от ваших целей и задач, вы выбираете какие-то критерии, по каким отсеивать идеи. Не знаю там, насколько это потенциально охват имеет, насколько это поможет вам в фреймровании сообщества какого-то, если ваша задача в этом, насколько вас это прокачает как спикера. Ну, в общем, какие-то критерии. И дальше у вас получается такая табличка, где у каждой идеи есть некая оценка, потому что вы проставили, значит, какие-то баллы за каждый из критериев. И вам довольно очевидно становится, какие из идей классные, какие нет. Иногда вот с компанией мы это проделываем, и результат такой встречи, и мне это на самом деле очень нравится, что компания понимает, блин, нам кажется, что подкаст нам не нужен. Мы эту задачу можем решить эффективнее другим способом. И это очень классно. Ну, то есть вы… Ну, я очень за то, чтобы, во-первых, генерить гипотезы какие-то все время, всю жизнь, а во-вторых, чтобы их проверять. И чем проще мы их проверили, тем веселее и интереснее может двигаться к следующей. Вот. И главный мой совет – это не забывать про критерии, насколько сложно сделать то, что вы придумали. Потому что бывает, что начать лучше все-таки с чего-то более простого, набить шишки, получить какой-то опыт и уже двигаться к более сложному. Нет ничего плохого в том, чтобы, ну, не знаю, сделать первый подкаст в виде интервью. Да, многие люди скажут, что интервью уже 100-500 миллионов, значит, есть везде, но вы что-то лично для себя узнаете. И вообще я подкасты и любые проекты воспринимаю не как что-то, где вы, значит, там как-то коммититесь перед общественностью, а как ваш личный путь какого-то развития. Там в рамках подкаста, в рамках, не знаю, профессии, в рамках всего чего угодно. Вот, и если вот с этой, как бы через эту оптику смотреть на это, то, в общем, кажется, нет ничего плохого в том, чтобы начинать с более простого. Вот, и сейчас мне кажется, если, я не знаю, как устроен рынок подкастов в других странах, не знаю, как у вас это устроено, в России все равно, ну, я догадываюсь, что, скорее всего, в России чуть-чуть более сейчас это развелось, условно, там в рамках Москвы, вот, не всей России, потому что подкасты все равно довольно мало людей слушают. Но в Москве чуть-чуть там как-то какая-то движуха началась. Но общий смысл того, что я хочу сказать, что очень мало форматов разных сейчас. Ну, то есть может показаться, что сейчас есть подкаст на любую тему, нет. Подкаст на любую тему нет. Если зайти на YouTube и посмотреть, какие бывают каналы, какие бывают форматы, мы увидим, что там просто, даже на российском YouTube, про американские я вообще не говорю, потому что там, ну, совсем все это расцвело и очень пышно. Не знаю, пока у нас нету подкаста про, не знаю, разведение баклажанов, выращивание, или, не знаю, подкаст электромонтера. Вот значит, что форматов мало, и вы можете прямо сейчас взять, придумать какую-то очень уникальную штуку. И это будет довольно просто. Просто потому, что поляна довольно пустая до сих пор. Хотя может показаться, что уже все есть. Нет. В общем, придумывайте форматы. Вот. Поэтому здесь фотография пустыни. Вы в пустыне, можно придумать любой формат. Так, у меня что-то залагало все. Чуть-чуть. Сейчас, секунду. Так, все. И еще один тезис, который, мне кажется, важным, это то, что запускать подкасты здорово, когда быстро это получается. И здорово стремиться к этому. Почему вообще скорость в этом смысле важна, мне кажется? Потому что, опять же, чем быстрее вы попробуете какую-то штуку, тем быстрее вы ошибетесь, тем быстрее вы сделаете выводы из этой ошибки, и тем быстрее вы получите классный опыт, научитесь делать классно. И вы быстрее поймете, что прокачивать в первую очередь. Мне кажется, что это суперинтересный процесс и суперважный. И вообще, я не знаю, как, ну, я знаю, как в России в школах устроено отношение к ошибке. И оно с нами всю жизнь идет, что, значит, ошибка плохо, двойка, там, ну, ощущение себя плохим из-за того, что ты ошибся. Надеюсь, что у вас в школах по-другому. Абсолютно идентичная ситуация. И это грустно. И это грустно. Вот. Но я считаю, что вообще ошибка – это лучшее, что можно сделать. Ну, понятно, что желательно не делать ошибок, которые приводят к необратимым последствиям, не знаю, там, смерти или чего-то такого. Вот. А вот всякие ошибки, там, связанные, не знаю, с контентом, с творчеством и со всем, ошибка – это лучшее, что вообще может быть. И классно ошибаться много, и, ну, классно на этих ошибках учиться. Вот. И еще один, ну, мне кажется, что-то у меня лагает, мой компьютер лагает. Это ошибка, кажется. Вот. Невозможно классно сделать сразу. Это тоже, ну, с этим можно бороться, ну, в смысле, с этой мыслью, но… А можно ее принять и спокойно, значит, делать какие-то недельные вещи. Может быть, даже плохие вещи, по вашему ощущению. Но быстрее прийти к нужной вам точке, чем если вы будете долго готовиться и то, что вы делаете, складывать в стол. Так, если у меня будет каждый слайд переключаться с такой скоростью, это будет очень плохо. И дальше должна быть иллюстрация, собственно, почему я считаю, что это эффективнее. Так, сейчас, простите, пожалуйста. Вот. Значит, можно… Я тут два таких пути вижу, что можно, значит, сразу накинуться и сделать все зашибись, а можно как-то по-другому. И когда вы, ну, если вот взять, не знаю, подкаст и как-то разложить его на какие-то параметры, которые говорят о том, что он классный, то там, не знаю, он состоит из какого-то качественного звука, из поставленной речи, из мастерства интервью, если это про интервью, ну, если это подкаст интервью, в каком-то крутом сценарии, в музыке, звуках. Вот. И если вы в точке ноль, как бы, решаетесь все делать классно, скорее всего, у вас получится что-то, ну, такое. Потому что вы не знаете ничего об этих пунктах еще. Вот. Ну, или о каких-то знаете. И вот если вы о каких-то знаете, то классно, на самом деле, вот на все остальное забить, а вот на те, которые вам кажутся знакомыми или те, которые вам кажутся важными в вашем подкасте, на них сделать упор. У вас уже в точке ноль будет гораздо более яркий продукт в итоге. Вот. Я называю это продукт, потому что я, ну, просто из IT, и мы так называем многие вещи там. И мне кажется, что, ну, классно использовать свои сильные стороны, а потом докачивать какие-то, которые вам кажутся не очень. И вообще классно понять о том, что слабые стороны есть от слушателей ваших, не только от себя, потому что мы к себе очень сильно, опять же, вспоминаем школу. Мы, в общем, к себе очень относимся всегда критически в целом. Вот. Поэтому проще будет получить какую-нибудь обратную связь еще от слушателей и уже на основе этого как-то скорректироваться. Вот. Не знаю, насколько я это понятно проиллюстрирую эту мысль, но, надеюсь, кому-то это объяснение зашло. И еще, почему важно быстро, с подкастами такая история, что очень мало какого-то подтверждения от внешнего мира. Ну, вы сделали подкаст, выложили на хостинг, он залился на площадке, и вы сидите, ничего не происходит. Вот. Иногда прилетают отзывы какие-нибудь. И вот надо как можно скорее это ловить, и всем рассказывать о своем подкасте, и быстрее получать обратную связь, потому что вот в этих проектах, там, про подкасты, про какие-то творческие штуки, очень важно не растерять энергию, которая у вас есть. Вот у нас в точке ноль она есть, вам хочется, у вас свербит. И вот надо как-то эту синусоиду энергии, которая, ну, еще она завязана на наших каких-то биологических вещах, ее стараться как-то максимально подпитывать, в том числе от внешнего мира. Кинуть маме, чтобы мама сказала, что она вами гордится, что вы сделали такую классную штуку. Кинуть своим друзьям, кинуть везде, где вам, ну, где вы можете вообще про свой подкаст рассказать, и заряжаться этим, и за счет этого продолжать, в том числе, потому что, ну, обратная связь, она важна. Вот, поэтому чем быстрее сделаете, тем быстрее обратная связь, тем медленнее вообще будет перегорание с вами происходить. Вот. Дальше про техническую сторону поговорим. Тут я про всякие микрофончики порассказываю, про монтаж, и вот про какие-то вещи, которые, мне кажется, важными в записи. Есть одно основное правило, которое, в принципе, можно нарушать в целом, любое правило можно нарушать, но я за то, чтобы, ну, когда вы записываете подкаст, вам будет так проще, чтобы у вас сколько людей в подкасте говорит одновременно, столько микрофонов, даже если это просто какие-нибудь телефоны. Вот вы сели с ребятами, телефоны включили, диктофоны, и, собственно, у вас уже гораздо более хорошая запись, чем если вы с одного микрофона записываете, потому что у вас будет больший простор для монтажа. У каждого будет своя дорожка, можно будет убирать какие-то посторонние звуки, вот это все. И начать можно реально с телефона, ничего там плохого нет. Да, это качество будет чуть похуже, но, опять же, если у вас айфон, то с айфоном все интереснее, то есть у них микрофоны просто изначально довольно хорошие. С андроидом надо проверять. Бывает, что и классные микрофоны, бывает, что странноватые. Но в целом ничего плохого в том, чтобы начать с айфона, нет. И главное правило такое, что если вы пишете с телефона, то где-то 4-5 сантиметров от рта, в настройках включаете качество без сжатия, и еще можно надеть на айфон носок. Все уже с этим носком, мне кажется, обезумели, но классная вещь для того, чтобы взрывные согласные не перегружали запись. Надеваете носок, и запись становится чуть лучше. Вот. Дальше, если вы задумываетесь о том, чтобы какой-то микрофон себе перекупить, например, вы с телефона что-то позаписывали, подумали, ну, что-то как-то качество звука не устраивает, куплю микрофон. Значит, сейчас расскажу про некоторые типы микрофонов. Ну, очень грубо они делятся на два типа. Их гораздо больше разных технических аспектов, но для упрощения можно сказать, что делятся на два типа. И вот есть динамические, вот у меня сейчас такой, и они дешевле в целом, в среднем, и меньше ловят шумы. Такие микрофоны используют в целом на сцене, когда кто-то поет на сцене, чтобы не ловить звуки других инструментов в себя. Он маленький, маленькое поле действия у него. Чуть меньше он передает окрас голоса, но зато он меньше всякого эха в себя забирает, если вы в комнате записываетесь не очень подготовленный. Вот. А есть конденсаторные микрофоны. Они суперчувствительные, они лучше передают окрас голоса, но для них нужно хорошо подготовленное помещение, потому что они ловят вообще все, что возможно, все, что вокруг происходит. Где-то в соседнем подъезде сверлят соседи, это может быть слышно на конденсатном микрофоне, просто потому что они суперчувствительные. Поэтому, да, я в целом больше за динамические. И нашим клиентам тоже мы их рекомендуем. И в студии у нас тоже динамические ставят. И также микрофоны можно разделить по типам подключения. Есть USB микрофоны, которые можно просто в компьютер воскнуть и начать записываться. Тут важно, что их обычно, если они чисто USB, их нельзя подключить к какой-то еще штуке, типа там звуковой карты какой-нибудь. И если вы вдруг надумаете звуковую карту покупать, то тут могут возникнуть проблемы с этим. И если вы в подкасте один говорите, или вы если записываетесь удаленно, то есть там с ребятами, которые также сидят у себя записываются, то это очень хороший вариант. USB микрофон вообще топ. Есть XLR микрофоны, такой круглый штекер. Вот для них уже нужны какие-то дополнительные устройства, что-то, куда их можно воткнуть и с них записывать звук. И чаще всего у них чуть лучше звук, ну просто потому, что у звуковой карты характеристики лучше, чем у встроенной звуковой карты в сам микрофон. Вот просто такая техническая особенность. Но это все не очень принципиально. И бывают вообще вот любимые мои микрофоны, вот у меня такой, там и USB, сразу не знаю, вряд ли видно, но короче, там и такой вход, и другой вход. И они супер универсальные, довольно дешевые, и можно подрубать и к компьютеру, и к рекордеру. В общем, сплошная радость. Всем советую. Даже здесь я написал слово «идеально». Идеально, действительно. Значит, несколько моделей, которые можно посмотреть и заказать. Тут, возможно, сейчас у нас мир в не очень стабильной ситуации находится. Возможно, цены здесь, во-первых, они в рублях, во-вторых, они, возможно, уже не совсем актуальны. Сейчас поднялось все. Но, в общем и целом, вот такие модели микрофонов. Я потом, наверное, могу поделиться презентацией, если это будет нужно. Да, было бы супер. Спасибо большое. В общем, обратите вот на эти микрофоны внимание. Еще очень важно, меня часто спрашивают, типа, а как мне понять, классный звук или нет? Я за то, чтобы идти на YouTube. Там реально можно найти любую связку любого устройства с любым устройством и послушать, как получается. И если вам лично звук нравится, берите. То есть нормальная история. Если не нравится, не берите. Ну, то есть как бы я бы ориентировался на собственные уши. Со временем они там как-то начинают чуть больше всякого слышать, если вы этим глубоко занимаетесь. Ну и хорошо, значит, вы тоже прошли какой-то путь, на чем-то научились и сделали какие-то выводы и купите что-то еще хорошее. Это продадите. Это, кстати, очень прикольно, что продавать еще можно все это барахло, звуковое, музыкальное, и не очень сильно терять в цене. Или вообще не терять. Иногда даже выигрывать, потому что, опять же, мир у нас в не очень стабильной ситуации находится. Вот. Если вдруг вы задумываетесь о том, чтобы купить себе рекордер, то есть что такое рекордер? Это штука, для которой не нужен компьютер. Вы просто туда втыкаете микрофоны или записываетесь на встроенный микрофон в ней. И это все записывается на встроенную карточку. Можно так сказать, с собой. Очень удобная штука. Но довольно дорогая. То есть здесь цена точно неактуальна. И, по-моему, все это точно дороже тысяч на пять сейчас. Все очень быстро меняется. Но устройства классные. Их потом можно сто процентов классно перепродать. И вот Zoom прям всем советую. Классные рекордеры. Вот. В общем, да, рекордеры можно… Ну, они не требуют компьютера. Это их главная фишка. Их с собой удобно носить. Но они в среднем дороже. Есть еще аудиокарты. Они обычно тяжелее. Их надо втыкать в компьютер. То есть все равно куча всякого барахла. Вот. Но дешевле. И, ну, вот некоторые модельки этих. Аудиокарточек. Я бы вам советовал присмотреться вот к нижней, которая Audient Ivo 4. Вот. Это офигенная карточка. Они специально их делали для подкастеров. Audient отличная фирма. Такая она делает всякое музыкальное оборудование. Супер классное. Вот. И они сделали для подкастеров. Карточки есть на два микрофона вот какая-то. А есть на четыре. Она чуть дороже. В общем, присмотритесь. Еще у нее супер дизайн. Я всегда очень радуюсь, что какие-то появляются вещи с красивым дизайном. Потому что обычно все это выглядит довольно стрёмно. Вот. Но вообще, если вы думаете о том, во что вложить денег в начале, я вам советую вложить денег в петличку. Она стоит довольно дешево. А звук с нее получается вполне себе хороший. Это точно лучше, чем на телефон записываться. Уже сразу вы поднимите качество своего подкаста. И тоже удобно носить с собой. Можно воткнуть в телефон. Также на телефон записываться. Потом уже монтировать. Вот. И записываться можно везде. Ну, то есть, да, наверное, будет меньше шумов там всяких, если вы будете записываться в студии. Но мне лично, на самом деле, очень нравятся записи во всяких странных, неподходящих для записи местах. Потому что получается гораздо богаче. Много вокруг чего происходит. И не бойтесь экспериментировать. Выходить из дома, выходить в поля. И пробуйте записываться в разных местах. Но в целом, если вы стремитесь к какой-то условно студийной записи, то дома тоже можно этого добиться. И если вот мы к этой студийной записи стремимся, то 80% качества дает ни микрофон, ни какие-то звуковые карты, ни рекордеры. Даже на телефоне, вот если вы записываетесь, 80% качества записи — это комната, в которой вы это делаете. В ней хорошо бы, чтобы не было эхо. Это можно проверить громко, хлопнуть в ладоши и послушать, есть ли какие-то такие резонансные неприятные штуки. Они обычно летают по углам, если вы хлопаете в ладоши громко. В общем, проверьте так. Если есть мягкая мебель, какие-то предметы, не знаю, книжные шкафы — отлично. Это все поглощает звук, и эхо будет меньше. Часто люди записываются во всяких гардеробных, где одежда висит. В общем, это все помогает не заиметь эхо. Если на кухне записываетесь, не забывайте выключать холодильник, потом включать его. Закрывайте окна, договоряйтесь с домашними, чтобы они не шумели во время записи. И как-нибудь с домашними животными тоже надо договориться, чтобы меньше было всякого. И такие общие рекомендации, что они больше касаются, относятся к динамическим микрофонам, типа вот моего. У каждого микрофона своя какая-то есть инструкция, как максимально хороший звук получить с него. Но общий принцип такой, что довольно близко вы в него говорите, там 4-5 сантиметров. И также будет чуть меньше слышится эхо, если оно есть в комнате. Говорить в центр микрофона и убирать всякое шуршащее. Особенно это касается петличек всяких, ну вот петличные маленькие микрофоны. Они тоже суперчутительные, они конденсаторные как раз. И если какие-то серьги, бусы, ну какая-то шуршащая одежда, то это все будет слышно на записи. Постарайтесь это все дело как-нибудь снять и записываться без этого. Вот. Еще чуть-чуть про удаленную запись. Сейчас суперактуально, кажется, эта вещь. Записываться удаленно можно. Мы весь год, собственно, этим занимались и клиентов записывали удаленно, доставляли микрофоны и, в общем, контролировали процесс. Значит, главный принцип удаленной записи — говорите где угодно, там в любом мессенджере, не знаю, в Zoom, не в Zoom, в Skype, в общем, где угодно. Но каждый на своей стороне, даже если у вас просто какая-то, не знаю, обычная гарнитура проводная, то каждый на своей стороне просто в программе звукозаписи записывает дорожку. Тогда у вас получится гораздо более чистый звук, чем тот звук, который вы будете брать из программы, в которой общаетесь. Если там, ну, словно, там, запись в Zoom, она не очень хорошего качества, потому что звук сильно ужимается, чтобы экономить интернет-канал. Вот. И за счет этого качество получается не очень. Вот. И даже если люди будут удаленно, значит, разговаривать там в Zoom и записываться просто на телефон, каждое качество будет сильно лучше, чем то, что вытаскивается из Zoom потом. Вот. Ну, в общем, да, можно записывать также гостя с телефона. Ну, вообще, каждый раз это просто вы смотрите, чего у человека есть. Иногда у кого-то микрофон набывает, у кого-то просто телефон. И уже, исходя из этого, выбираете оптимальный вариант. Вот. Но каждый у себя локально желательно, чтобы дорожку писал. Вот. И, ну, чтобы как-то оценить, просите записать маленький примерчик, послушайте, и уже, ну, как-то скорректируйтесь из-за этого. Есть еще софт на телефон, называется Dolby On. По-моему, это Sony делает. У них есть такой диктофончик, вроде неплохо записывает и как-то шумы убирает. Можете тоже потестить. Довольно интересная штука. Вот. И если есть микрофон какой-то отдельный, ну, или там гарнитура проводная, через которую гость записывается, то надо будет помочь гостю поставить программу, какой-нибудь GarageBand, там, Audacity, ну, в общем, что-то простое, что уже может стоять на компе или, ну, быстро скачать можно. И там помогаете ему все запустить и, собственно, пишете его дорожку. И еще я очень рекомендую избегать беспроводных всяких гарнитур, AirPods в особенности. Особенно AirPods Pro избегайте, потому что они, ну, они очень сильно кошмарят звук и проводная гарнитура будет сильно лучше, чем вот это все. И еще тут в презентации есть ссылка на инструкцию довольно большую про удаленную запись, как чего, где нажать, как чего запустить. Тоже, в общем, у нас в блоге это есть, можете посмотреть. Дальше поговорим про музыку и звуки. Наверное, я догадываюсь, я не смотрел все выступления Леши Зеленского. Я не знаю, Азат, может быть, ты подскажешь. Леша рассказывал про всякие классные примеры там звукового оформления? Да, ну, какие-то примеры были. Если ты сейчас хочешь показать, мне кажется, они точно лишними не будут. Просто боюсь, что это может растянуться немножечко. Ну, у нас есть еще с тобой приблизительно 20 минут этого выступления, поэтому это нормально. Ну, окей, хорошо, тогда сейчас что-нибудь про это расскажу. Значит, ну, в общем и целом, кратко, музыка нужна. Мне кажется, что да, нужна. Это такой дизайн-оболочка вашего подкаста. Это то, что задает настроение, это то, что помогает восприятию. Джингл помогает запоминать подкаст. Леша наверняка об этом что-то говорил. Перебивки создают структуру. Ну, и вообще, в целом, работа с музыкой помогает помимо каких-то ритмических вещей, которые заложены в своем повествовании в рамках подкаста. Извините, у меня, скорее всего, слышно собаку. Она побежала кого-то встречать. Помимо той ритмики, которая содержится в повествовании, музыка может помогать, собственно, эту ритмику усиливать и делать так, чтобы ваш подкаст был интереснее, динамичнее слушать. Ну, и задает настроение. И как-то по-новому, по-разному раскрашивает смысл. Это тоже важная задача музыки. Ее можно брать, ну, можно писать самостоятельно, если у вас есть такие способности. Ее можно брать на всяких банках музыки. Мы вот пользуемся Premium Beat, когда используем покупную музыку. Там нет проблем с лицензией. Просто 50 долларов и музыка ваша. Можно заказывать в музыкантов. Причем самый главный лайфхак, наверное, в том, что это может стоить 0 рублей. То есть иногда, если вдруг у вас есть какие-то знакомые музыканты, или вы как-то в Фейсбуке закинули в мир запрос о том, что вам нужна музыка для подкаста, иногда… ну, или какая-то… Вот у вас есть музыка, которая вам супернравится. Понятно, что, ну, какие-нибудь ребята, там, типа Deepish Mod, не знаю, Daft Punk, который закончил свое существование, вам вряд ли ответят. А, ну, какие-то там другого уровня ребята вполне себе могут. Я такие примеры знаю. Короче, вокруг очень много бедных, в смысле, ну, музыкантов, которые страдают. У них боль. Их музыка лежит в столе. И иногда эту музыку можно взять для подкаста, и все будут рады. Это абсолютный вин-вин. Поэтому поинтересуйтесь. Может быть, у вас есть такие знакомые, кто пишет музыку, но никому ее не показывает, потому что ему неловко. Вот. И музыканту можно еще… Ну, можно написать его имя в описании эпизодов, его отблагодарить. Ну, короче, всем приятно будет. Ну, а можно заказать у музыканта, тогда музыканту будет еще приятнее, наверное. Вот. Может быть, даже за не очень большие деньги какие-то. Вот. Ну, или реально написать какому-то музыканту, который вам нравится, и попросить трек. Тоже, в общем, все возможно сделать. Понятно, что вам могут отказать, но могут и не отказать. Классно попробовать. Почему бы и нет? Да. И если вы, ну, в общем, такие какие-то вещи делаете, там, с музыкой, которую кто-то написал, и вы ее не купили, желательно всегда составлять лицензионный договор, просто, ну, на всякий пожарный случай. Во-первых, это нужно, ну, вряд ли музыкант, когда все довольны, все счастливо пойдет, значит, в суд, и у вас что-то будет отсуживать. Но стриминговые сервисы, например, Яндекс.Музыка, они, когда слышат какую-то музыку, ну, в общем, они просят подтвердить право на ее использование. Поэтому, в общем, лицензионный договор тут никому не помешает. Делается он довольно быстро. Если вдруг вас возникнет такая необходимость, можете написать мне в личные сообщения в Телеграме или в Фейсбуке. Я вам скину пример такого лицензионного договора. Еще можно искать музыку на Bandcamp и на SoundCloud. Там есть прям галочка Creative Common, она называется «Трицензия». И музыку оттуда тоже можно использовать. Ну, опять же, я за то, чтобы ничего не воровать, но если ее музыкант положил и сказал по-люзии, кто угодно, в каких угодно целях, то почему бы ее не взять, если она вам нравится. Вот. Дальше немножечко про звук, наверное, я скажу. Значит, звук для меня — это сила. Это что-то очень мощное, очень крутой способ подчеркнуть важные вещи в повествовании. И сейчас есть несколько примеров. Я, возможно, некоторые из них не до конца проставлю, потому что там есть совсем длинные. Они… Единственное, что два из них на английском, и переводить я их не буду сейчас. Если Азаз захочет, то я общий смысл передам, о чем там речь. Но переводить не буду, поэтому, простите, если кто-то английский не знает, я просто тоже его довольно плохо знаю, поэтому я боюсь его переводить как-то для частовую. Поэтому… Но понять о том, что там происходит, можно. И вот тут три примера о том, как звук может в разных ситуациях работать, и как он может помогать воспринимать историю, и вообще на что он способен. Способен он реально на многое. Вот. Первый пример про воображение. Давайте его послушаем. Я надеюсь, что… Да, должен звук быть. Азат, я когда включу, кивни, пожалуйста, если звук есть. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok за Deutsches Bell Project. А llama Малышля. «Люк 3 ring» «Люк 3 Кью Б25 года» «Люк 3 Кью Б sings. «Люк 3 Кью Б就是 jeans». «Люк 4 Кью Б Цена, proyecto БМ – Эк quest на все esqu materное слабое здесь. Да, но общий смысл, что с помощью звука можно озеро Мишиган заполнить мороженым взбитыми сливками, сверху сбросить огромную вишню, или, по-моему, вишня была, с самолета. И это все возможно сделать руками, сидя за компьютером. И в конце там смешной диалог о том, что радио – это особый вид медиа, и он раздвигает вообще границы рамки воображения. Чувак говорит, ну а телевидение же тоже раздвигает. Но телевидение ограничено, собственно, дюймами телевизора, а тут можно сделать целые миры. Вот это очень круто, очень дешево, с одной стороны, но очень избавительно богато, можно всякое изображать. Вот поэтому этим точно стоит пользоваться. Другой пример, он про то, как звук может по-разному работать в разных ситуациях. Я маленький, наверное, кусочек приведу сейчас как пример из этого, он довольно большой. Потом, если захотите, можно будет его послушать отдельно. Он, в общем, про то, как с помощью атмосфер можно на разные вещи делать акцент с помощью звука. Это довольно интересный процесс. Давайте послушаем. ПОТИАНЬ rate. Вы бы не слышали машины на улице. Вы бы не слышали крышки. Вы бы не слышали другие люди в ресторане. Тройте focus на то, что слышали маленькие звуки. Добавляем шум и пух. И может быть, все эти маленькие звуки. И может быть, мы можем даже спеть, вместо того, чтобы говорить. Но мы можем сделать то же самое, что слышать очень громко муси. И дальше там рассказывается. Много разных примеров показывается. Но вот здесь один из примеров, что когда вы сидите в кафе и просто пьете кофе. Сейчас немножечко накручиваю своих фантазий. То вы слышите звуки вокруг довольно ярко. И вы в них находитесь. Если вы концентрируетесь на каком-то важном интимном разговоре, то все приближается. Вы вслушиваетесь очень близкие вам звуки. А все остальное вокруг растворяется. Это то, как работает звук в пространстве. И то, как он может работать с историей. Это тоже супер классный прием изобразительный в подкастах. Вот. И последний кусочек он про эмоции. О том, как может саунд-дизайн помочь раскрыться истории. Кто не знает, что это за человек? Вот здесь изображен. Никто не знает. Короче, это такой футболист, вратарь Александр Филимонов. В 99-м году был матч на выход в Еврокубок. В котором, собственно, на последних минутах Филимонов пропустил очень досадный мяч. Очень досадный мяч. Я маленький 9-летний мальчик ревел абсолютно у телевизора. Потому что, в общем, я и сам еще вратарем был в детстве. Всегда стоял на воротах. И я как-то очень ему проимпотировал. Ошибка. Он совершил ошибку. И подкаст, который делала Русская служба BBC. Он называется «Восемь историй из 90-х». Они как раз рассказали историю вот Александра Филимонова. Как это все происходило. Ну, и как он живет дальше после этого события. Вот это, собственно, момент, когда это происходит. Давайте чуть-чуть его послушаем. Да, и мы тогда не вышли, естественно, в Еврокубок. В общем, грустно было всем. Пока играл гимн, а телезрительным показыванный тогдашнего премьера Владимира Путина, Филимонов стоял с совершенно непроницаемым лицом. Казалось, что из ступора вратаря вывел только окрик партнера по команде. Сборная России с самого начала игры много и опасно атаковала, но не смогла реализовать несколько очень хороших моментов. Украинцы отвечали тем же. Филимонов был надежен. На 75-й минуте россияне вышли вперед. Гол! Гол! Валерий Карпин! Валерий Карпин открывает счет в сегодняшнем матче! Зрители уже чаще смотрели на секундомер, чем на поле, когда на 88-й минуте судья назначил штрафной в сторону российских ворот. Филимонов! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Вот здесь саунд-дизайн он сделал так, чтобы с помощью разных приемов. Ну, тут, на самом деле, он в целом один. Тут как устроено, что очень наполненная событиями атмосфера. И, значит, случается этот штрафной, и мы перемещаемся, по сути... Ну, это момент оглушения, потому что, ну, все, все закончилось. Никто никуда не выйдет, ошибка ужасно досадная, все ужасно. Мы слышим звук биения сердца. Это может быть звук биения сердца, там, Александра Филимонова, который просто лежит в воротах в этот момент, закрыв голову руками. А может быть, каждого из болельщиков, кто в этот момент там присутствует, смотрит на стадионе или смотрит матч по телевизору. В общем, здесь звук может помочь раскрыть историю так, чтобы еще больше мурашек возникло, когда вы что-то слушаете. Я не знаю, может быть, не у всех мурашки возникают. У меня каждый раз, когда этот момент слышу, меня, значит, передергивает, возможно, потому что просто это какой-то яркий момент из моего детства. Вот. Но, в целом, как бы, с аудио так работает часто и с музыкой, и с подкастами. Если что-то очень берущее за душу, мурашки точно будут. Вот. И саунд-дизайнер, звукорежиссер может этот эффект усилить и сделать какие-то нужные акценты. Но я считаю, что саунд-дизайн — это такая очень-очень пряная специя, типа бадьяна. Ну, то есть если вы варите какой-нибудь классный суп, я не знаю, добавляет ли в суп и бадьян, но, наверное, почему нет, и добавляете чуть-чуть бадьяна, то он помогает как-то, значит, раскрыть вкус этого супа. А если вы бахнули много бадьяна, то все теряется, потому что саунд-дизайн и вообще, ну, сильные изобразительные эффекты, они работают на контрасте, когда ничего нет, и вдруг это появляется. И тут это может сработать максимально точно и максимально ловко. Поэтому я в целом немножечко против истории, когда все время слышен какой-то звук. Там каждые, не знаю, полминуты приходит звукорежиссер и включает какую-нибудь штучку. Потому что тогда, во-первых, это немножечко может напрягать в разговорных подкастах, когда этого слишком много и мешает, собственно, воспринимать информацию. А еще это просто, ну, из-за этого теряется эффект, потому что контраст пропадает. Слишком заполнено все. Вот. В общем, да, можно переборщить. Если вы варите борщ, то бадьян туда чуть-чуть, если вы собираетесь добавлять туда бадьян. Где брать звуки? Много есть всяких сайтов, где звуки есть. Список тоже. Из этой презентации есть ссылка на большой список разных сайтов, которые собрал Мико Голубовский. Он, кстати, переводил книжку «Пошумим» Нузума. Вот. Очень большое ему за это спасибо. В общем, большая таблица с разными местами, где можно брать звуки. Но всегда читайте лицензию ко всей музыке, ко всем звукам на всякий случай. Ну, опять же, Леша много, мне кажется, про это рассказывал тоже, про всякое лицензирование. Не то, как можно подходить к этому, но, в общем, просто себя чуть-чуть стоит обезопасить на всякий пожарный случай. Вот. А еще я призываю вас срезать углы. В общем, там, где можно срезать углы, делать, во-первых, быстро, как я до этого говорил, и стараться там, где можно, в общем, уменьшать количество усилий. Потому что вам эти усилия понадобятся, чтобы подкаст сделать в долгую. Если вы слишком сильно выложитесь вначале, то вы можете с большей вероятностью перегореть вначале и не дойти до того момента, когда вы супер-классно прокачаетесь, пройдете какой-то важный путь, научитесь, получите опыт на ошибках. Вот. Себя надо беречь и стараться... Ну, и в целом вокруг нас столько всяких есть возможностей, что можно кучу углов послезать, как это сделали в прекрасном городе Барселона на этой фотографии. Вот. Асад, сколько осталось времени? Скажи, пожалуйста. У нас есть еще 12 минут, из которых нам еще нужно уделить время на вопрос-ответ. Окей, все. Тогда сейчас прям быстро про монтаж пару слов. Короче, я мало того, чтобы похулиганил и рассказал вообще не о том, что заявлено в лекции, вот. Я сейчас еще про это очень мало расскажу изначально, про сам монтаж, но в целом общий смысл такой. Монтаж... Ну, как бы можно просто записать и выложить, и ничего в этом тоже плохого нет, но монтаж поможет сделать ваш подкаст гораздо более интересным, сбитым и таким, каким вы его задумывали, лучше раскроет идею. И еще, если вы, ну, гостей зовете в подкаст, то монтаж — это классный аргумент для них. Им будет спокойнее чувствовать себя в большей безопасности, что потом всякий их там э-а и вот это все поврезается. Вот. В общем, не предупреждайте возможностями монтажа. Если вы делаете нарративный подкаст, где какая-то история рассказывается, то монтаж — это инструмент драматургии. То есть вы с помощью, собственно, вот этой работы монтажной можете очень ловко выстраивать повествование и делать его гораздо более интересным. Монтировать можно в любой программе вообще, ну, вообще в любой, которая заточена под работу со звуком. Их супер много, они все примерно по одному принципу устроены, какие-то чуть менее удобные, какие-то более удобные. Выбирайте любую, которая вам покажется для вас наименее отталкивающей и пугающей. Мы используем Ableton. Она изначально для музыки, но вот у нас как-то так исторически сложилось, что все, кто начинал подкастерскую, в смысле я начинал подкастерскую, и потом все ребята, которые присоединялись, они все были связаны как-то с музыкой, и все мы монтируем в Ableton. И она классная. И на моем YouTube-канале, я надеюсь, что довольно скоро появится большое видео о том, как монтировать подкасты в Ableton. И там все я расскажу, там все довольно просто. Она супер удобная. Но, опять же, выбирайте любую. Значит, про обработку немножко скажу. Хорошо бы, чтобы все было громким, чтобы был запас по громкости. Желательно убирать шумы, насколько это возможно. Кстати, вот есть программа Audacity, которая здесь первая на этом слайде. Вот там офигенный шумодав, бесплатный, очень хорошо работает. И, в целом, с помощью обработок можно помочь слушателю услышать голос ближе к себе. Это такой, ну, подкасты, в принципе, такой интимный формат. И там классно, когда близко и круто раскрывается голос. И еще для каждой дорожки, опять же, почему вот классно, когда микрофонов столько же, сколько людей, говорящих в подкасте. Потому что для каждого можно чуть-чуть разную обработку сделать, и чуть-чуть лучше раскрыть голос каждого из говорящих. Из говорящих. Вот. Еще важно, что вот когда вы используете, есть, ну, условно, конструктивные какие-то обработки, которые обогащают звук. А есть деструктивные, которые убирают какие-то дефекты его. Например, вот есть шум фоновый. Если вы его убираете, тут важно, почему он деструктивный. Потому что он, помимо вредного для вас сигнала шума, он убирает еще и полезный, чуть-чуть отъедает что-то от голоса. Вот. Поэтому помните, что вот все такие обработки, они чуть-чуть ухудшают сами голоса в записи. То есть и тут важен баланс. И классный лайфхак, когда вы используете шумодав, можно использовать не один шумодав, который по максимуму все убирает, а несколько, которые убирают по чуть-чуть. Таким образом, влияние на полезный сигнал в голосе, он будет чуть менее разрушительным. И основные инструменты, на которые стоит обратить внимание, это эквализация. То есть как по частотному диапазону распределен голос. Это, собственно, инструмент эквалайзер. Вы можете разные частоты сделать тише или громче, чтобы как-то чуть-чуть обогатить голос. Компрессор — это штука, которая делает ваш голос громче, убирает разницу между самым тихим и самым громким и чуть-чуть как бы уплотняет звук. И, ну, деноизер базово — то, что убирает шумы фоновые, от них никуда не денешься, но их можно чуть-чуть подобрать. Так. И тут, ну, я, в принципе, все рассказал про эквализацию, про компрессор и про деноизер. И, в общем, еще раз напоминаю, что в Audacity классный деноизер есть. Его суперудобно использовать. Есть еще RxDenoise — это самый, наверное, известный, который может вам попасться от компании iZotope. Вот. И есть распродажи, его можно довольно дешево купить. Вот. Обратите тоже на него внимание. И еще классно, когда у вас вы обрабатываете звук, чтобы у вас в конце всех обработок стоял лимитер, который не позволяет выше нуля выходить по громкости, чтобы не перегружалась запись, ну, не перегружался голос. Но, опять же, в целом, чем громче, тем лучше у вас, ну, тем больше запас по громкости, особенно для тех, кто подкасты слушает, не знаю, в метро, и им важно, чтобы они могли услышать что-то на максимальной громкости. Вот. И напоследок я вам предлагаю небольшое задание, когда вам будет интересно его, удобно сделать. Это штука, которая помогает немножечко по-новому посмотреть на пространство вокруг вас и как-то вообще поизучать звуки вокруг. Это изобрелось на карантине, когда мы делали какие-то тоже небольшие курсы. попробуйте сделать то, что называется, как вот есть road movie, вот road podcast, когда вы идете и отправляетесь в путешествие по собственной квартире. Трогаете какие-то предметы, записываете их звуки, рассказываете, что вы видите, как-то делитесь своими ощущениями. И попробуйте просто включить диктофон и вот таким образом провести полчаса, 40 минут со звуками вокруг. Вы удивитесь, на самом деле, как много всего вокруг есть и как вообще по-разному можно слушать пространство вокруг себя. Ну и еще, скорее всего, вы потренируетесь в нарративе. То есть вы сможете что-то рассказать и потом классно было бы куда-нибудь это выложить. Я бы с удовольствием послушал ваши записи. Вот. В общем, включайте диктофон, путешествуйте по квартире, что-то рассказывайте, исследуйте среду, шевелите кастрюли, шевелите, не знаю, бумажки на столе, еще что-то. Ну, короче, вокруг очень много всякого интересного. Вот. И расскажите историю о том, что происходит. Может быть, это будет вымышленный мир какой-то и вы представляете, что вы на Марсе. А может быть, вы просто у себя дома и рассказываете о том, как прошел ваш день. Короче, классно с помощью аудио рассказывать истории. Вот в это именно мы супер в подкастерской верим и, надеюсь, получится этим еще кого-нибудь заразить. Спасибо вам большое, что послушали. Извините, что я так мало рассказал про монтаж и так много рассказал про всякое другое. Надеюсь, это было полезно. Если есть вопросы, то задавайте. Буду рад на них ответить. Спасибо большое. А еще подписывайтесь везде, где можно подписаться. Вот, например, в Телеграме у меня есть канал «Лев Пик». Там я всякое публикую про звук и не только. Спасибо большое. Было максимально практический и познавательный звук это возможно. Мне нравится, что ты так структурно и на примере все это привел. Давайте попробуем также обстоятельно и коротко ответить на вопросы. У нас и так много времени осталось. Окей. Давайте пройдемся быстренько. Я напомню еще раз, что лекции, презентации у нас будут выложены на платформе медиашколы в разделе «Ресурсы видео». А еще все трансляции сохранятся на Фейсбуке. Итак, пробежимся быстро по вопросам. Первый вопрос. Где учиться мастерству брать интервью? Что почитать? Есть ли какие-то советы? Ох, это... Ну, я не считаю себя супер крутым интервьюером, чтобы как-то прям вот ответить комплексно на этот вопрос. Наверное... Ну, главное все-таки это как можно больше пробовать и вообще смотреть разных интервью. Вот я очень люблю этот жанр, и я очень много каждый день чего-то смотрю именно из него. Вот. Как можно больше смотреть, думать о том, какие вопросы вы сами задавали. И, честно говоря, я не знаю книг об этом. Наверняка они есть какие-то. Возможно, если кто-то из тех, кто здесь присутствует, может покидать названия, то я бы тоже их прочел. То есть я не считал ничего про интервью, но я как-то в целом, наверное, больше на своих каких-то штуках учусь. Мне очень нравится на самом деле... Я к этому пришел спустя там 30 выпусков своего подкаста, что мне интереснее даже не сам как бы формат интервью, когда меня там как объекта нету. То есть я просто вкидываю вопросы, и меня там нет, и там есть только человек. И типа в идеальном мире там меня даже с моими вопросами этот человек просто что-то рассказывает. Я понял, что мне это не очень нравится. Мне нравится беседа, потому что в ней есть динамика, в ней есть эмоции, и в ней есть, ну как бы не один человек. И обычно у тех, кто берут интервью, они уже пятое интервью дают. Вот. Десятое или сотое. Вот. И там есть какое-то взаимодействие. И вот это мне супер нравится, потому что после хорошего интервью ты выходишь, ну, уставшим, но абсолютно счастливым, потому что ты что-то про себя и по другому человеку узнал. Это такой особый вид отношений между людьми. Поэтому как научиться в отношениях между людьми? Ну, есть разные книги про это, есть психология, но есть и собственный опыт, и собственные ощущения, и какие-то переживания. Вот, наверное, я так на это отвечу довольно пространно. Спасибо большое. Так, дальше комментарии отмирим, что ты очень круто объясняешь, прям одновременно хочешь записать подкаст. Спасибо тебе огромное. Спасибо. И вопрос. А в Zoom H6 можно ли записывать звук одновременно по отдельности для каждого спикера? Да, да, да. Там втыкаются, не знаю, четыре микрофона. Там на самом деле даже можно докупить специальную прибуду, которая вставляется вместо вот этого странного сверху такого, называется XY микрофон. Вот туда вставляется еще одна штука, и там можно воткнуть шесть микрофонов, и шесть отдельных дорожек будет на каждый микрофон. Идеальное устройство, я считаю. Так, есть вопрос. Ага, пишет. Что ты можешь сказать по поводу диктофонов для записи интервью? Я не очень знаю, есть ли такой класс устройств отдельных именно, что ли. А, в смысле? Наверное, что-то портативное имеется в виду в этом случае, я понимаю, что можно с собой выбирать легкое и доступное. Ну, зависит от того, что вы с этим интервью будете делать. Если вы из него делаете текст, то идеально включили, и не надо заморачиваться с каким-то суперглубоким голосом и с тем, чтобы это все куда-то передать. Если вы подкасты собираетесь делать, тоже по ситуациям. То есть, если предполагается, что у вас какой-то интимный разговор в студии, то, наверное, с диктофоном не очень прикольно. А если вы какую-то нарративную штуку делаете, вообще отличный вариант. Я вот люблю диктофон, называется Zoom H1 или H1N. Маленькая такая штука, ее можно положить на стол, и он довольно хорошо снимает звуки говорящих людей вокруг. Вот. В целом, мне кажется, классный. Вообще, я очень люблю записи не суперстудийные. Например, если у вас есть какая-то основная линия разговора, которая записывается в студии, и есть какие-то вставки, которые вы записали в полях. Это очень ритмически классно выглядит, потому что у вас различаются атмосферы. У вас есть студийная запись, четкая, классная, глубокая. И есть какие-то, значит, вставочки из разных контекстов. Это суперинтересно слушается, и не устаешь это слушать. Вот так что диктофон – отличная вещь. Да, я добавлю то, что если вы берете этот Zoom-овский диктофон, он сильно в цены не падает. Не переживайте, потом вы можете его спокойно продать. Я не знаю, почему так происходит с диктофонами. Ну, короче, такая штука, что цены сильно не падают у них. Да, это правда. Так, спрашивают, запись удаленных подкастов, возможно, только через сторонние приложения, вроде Audacity, или есть другие приложения? Ну, есть еще сайты типа Zencaster, там много их, которые, ну, как бы, вы открываете в браузере, значит, и гость открывает в браузере, и сервис записывает дорожку. Они все, по-моему, платные, можно ими пользоваться, вполне себе удобная штука. То есть вы как бы просто в одном окне и разговариваете, и идет запись. Вот. Но тут важно, чтобы интернет-канал был хорошим, и чтобы ничего не потерялось. Вот. В целом, я обычно за то, чтобы, ну, проконтролировать, что и гость записал, и у себя все записано локально. Вот. Да и, в принципе, можно и в Zoom записать. Ну, то есть как бы рекорд нажали и записали, и потом использовали в подкасте. Просто, ну, качество будет заметно хуже. Но тоже, ну, опять же, нет никакого министерства звука и, значит, контроля качества. Это вы решаете сами. Вам подходит так или нет? Нет никаких причин как бы себя вот так ограничивать. Вот. Особенно если какой-то записали классный разговор, который, блин, он ценен не потому, что там звук какой-то, а потому что он офигенный и там интересная история. Спасибо. Портит ли качество конвертации аудио в интернете? Аудиосити не принимает формат М4А? Наверное, сказали, хотели написать MP4, например. 4А тоже есть, да. А, 4А тоже есть. Портит ли, я не очень понял вопрос. Портит ли качество конвертации аудио в интернете? Ой. Не, ну, любая конвертация наверняка чуть-чуть портит качество. Ну, всегда, то есть если вы там из вавки перегоняете в MP3, то как бы качество падает. Насколько это можно услышать? Ну, я не слышу, если честно. Ну, то есть, опять же, зависит от битрейта, конечно. На каком-то битрейте я уже слышу. На 128 я чуть-чуть могу слышать, наверное, разницу, ну, скорее в музыке, в голосе вообще почти не слышу. Вот. Ну, короче, я бы не заморачивался. То есть, в целом, скорее всего, вы это не услышите. Не услышите, можете провести слепой эксперимент и попробовать понять, вы слышите разницу в конвертированном аудио или нет. Если нет, то просто не заморачивайтесь, сделайте как удобно. Окей, спасибо большое. Можно ли убрать шумы в Windows, а потом монтировать все в GarageBand? Да, супер вообще, супер идея. Берите дорожку, используете фильтр, рендерите уже, ну, как бы с этим фильтром, noise reduction, по-моему, называется. Вот. И дальше уже закидываете без шума дорожку в GarageBand и монтируете. Отличный план. Спасибо тебе большое. И тут есть, ну, это уже комментарий, а не вопрос. Мне кажется, это отличное завершение. Спасибо большое, Лёва. Видно, что вы очень ответственно отнеслись к мероприятию. Все очень четко и максимально информативно от души. Ой, как приятно. Ну, тут немножечко мой синдром самозванца пощекочен, потому что я, конечно, мог бы что-нибудь еще рассказать. Но очень приятно, что вам понравилось. Спасибо вам большое. И вообще классно, что вы сделали такую активность. Больше фестивалей подкастов надо делать. В общем, вы молодцы. Спасибо вам большое. Мне кажется, это важное событие. Вот. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, мы еще скинем дополнительно все материалы. Кто захочет, может дальше уже ознакомиться. Мы уже завершаем. Я передаю слово дальше нашим организаторам для официального завершения. И еще у нас будет такая штука, которую можно заполнить на сайте, где вы регистрировались. Типа фидбэк. Сейчас о ней подробно расскажем. Ой, кстати, извините. Тут комментарии очень хорошие от Руслана, что у Низюмов, пошумим, затронута тема интервьюрования. Там реально очень хорошая глава про то, как можно интервьюровать людей. Прям тоже всем советую. Я решил с этим комментарием вылезти, чтобы больше людей прочитало эту книжку. Спасибо большое, Руслан. Спасибо большое. Что ж, спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое.